Борьба со снегом в городах и поселках Большого Харциска, качество питьевой воды в городской системе водоснабжения, эпидемическая ситуация в регионе. Эти и еще целый ряд других вопросов сегодня поднимались в ходе аппаратного совещания в администрации Харциска. Подробности знает Оксана Ветрова. В режиме видеоконференции глава городминистрации Виктория Жукова заслушивала доклады участников аппаратного совещания. Аварийных отключений и остановок, а также чрезвычайных ситуаций в Харциске нет. Первым свой отчет предоставил начальник УЖКХ Виталий Смык. Впрочем, коммунальщики еще продолжают борьбу с последствиями снегопада. После приведения в порядок главных магистралей города спецтехнику направили на посыпку перекрестков, а также расчистку второстепенных улочек и переулков. Спасибо большое передайте службам, всем, которые задействованы были. Отзывы много положительных у людей, то, что и трубная сторона хорошо прочищена. Но единственное, то, что чуть-чуть упор нужно сделать на тротуары, кое-где не расчищены тротуары. И посыпку хотя бы сейчас в первую очередь сделать на перекрестках, на поворотах, там, где больше раскатан снег, потому что там уже, да, есть скользота, правильно вы говорите, там сделать больше упор. Хорошо? Далее на совещании были рассмотрены вопросы расчистки от снега дорог и улиц в Зугрессе, Зуевке, Троицко-Харциске и Иловайске. Техника выехала на линию, была готова заранее, выехала на линию с 12 часов ночи и работала до 7 часов утра. Без перерыва. Благодаря этому наутро к 7 часам утра нам удалось полностью расчистить магистрали города по маршруту колесового автобуса, а также подъезды ко всей нашей соцсфере. Это больницы, школы и садики. Нареканий со стороны жителей не было. С утра мы привлекли дополнительно 2 единицы транспорта в железной дороге. Они расчистили у нас всего 3 тяги, поскольку там тяжелая техника и частный сектор. Сегодня мы планируем завершить работы по частному сектору, пробить основные улицы, то, куда мы не успели заехать вчера. И также вчера мы провели расчистку к месту крещения, к месту купания. Сегодня люди будут купаться к нашему городскому ставку на критерках. По ситуации на дорогах. За вчерашний день с 3 часов ночи мы справились с большей частью дорог, внутриквартальных улиц. Так как у нас одна единица техники, один тракторист. Сегодня мы с 5 утра продолжили, но немного не успели досыпать бугор. Аварийные участки засыпаны. Обломала штанги на ковше. Уже занимается сейчас в ремонте техника. Буквально через час мы досыпем бугор. И улицы, которые мы не успели, за сегодняшний день мы абсолютно все закончим. Мы четко знаем, где нам работать, какие улицы. Люди знают об этом. В последнее время качество воды в городской системе водоснабжения обсуждается чаще обычного. Люди ощущают непривычный запах воды и отмечают изменение ее цвета. Горводоканал успокаивает харцезян, ссылаясь на лабораторные исследования. На сегодняшний день питьевая вода, подаваемая потребителем харцезского ГОКХ, соответствует предъявляемой дни требованиям санитарных правил и норм. Химбак-лаборатория водоканала проводит ежедневный контроль качества питьевой воды согласно плану графику лабораторного контроля. В городскую распределительную сеть поступает питьевая вода, прошедшая водоподготовку на Макеевской, на Ольховских литровальных станциях, работающих с четким соблюдением технологического режима. Еще одна жалоба на Горводоканал поступила недавно через соцсеть в адрес Виктории Жуковой от жителей Черемушек. В районе 39-го дома микрорайона Металургов в июне прошлого года бригада ремонтников занималась устранением течи в системе канализации. Асфальт пришлось снять, чтобы добраться до трубы, расположенной на глубине 6 метров. Аварию в итоге успешно ликвидировали. Вот только на восстановление дорожного полотна денег у коммунальщиков не нашлось. Вы написали нам ответ, письмо, что у вас финансовое состояние затрудненное, то что нет возможности. Но подсыпку вы хотя бы какую-то там можете сделать или как-то привести это в порядок, потому что там люди жалуются, что машины застреют и так далее и тому подобное. Причем у нас еще непонятно, как будет доведен бюджет на асфальтирование дорог. И не хотелось бы, чтобы в городе были вот такие вот некрасивые моменты, которые доставляют неудобства жителям. Кто и когда восстановит участок дороги на улице Гапоненко? Этот вопрос пока находится в процессе обсуждения и не снимается с контроля.